Мне представляется, что, конечно же, все, что происходит в мире, это едино и целостно, то есть мир мозаичен, и просто мы не всегда ощущаем эти причинно-следственные связи и все взаимосвязи, которые в мире присутствуют, иногда нам кажется, что это само по себе, а это само по себе, но вот если говорить о событиях такого уровня значимости, то я, конечно, никак не могу их наблюдать в отрыве. от, если угодно, процессов глобальных, в том числе на астрологическом плане, но это, прежде всего, смена логики социального поведения, которая в соответствии с законом времени произошла, когда частота обновления технологий теперь существенно превзошла частоту обновления поколений. Это не могло не проявиться вот в тех конкретных вопросах, о которых мы говорим. Ну и, конечно же, если говорить на астрологическом плане, то переход, значит, земного шара из эпохи рыб в эпоху водолея, это тоже серьезное такое мистическое событие, потому что оно так или иначе известно всем. Соответственно, оно влияет на умы, и все ждут этих перемен. И поэтому перемены, они, их вероятность, она всегда прямо пропорциональна тому, как они на сегодня ожидаемы в глазах общественности и в умах живущих на земле. Сегодня ожидания перемен достаточно высоки, и, соответственно, вероятность того, что они произойдут, они так существенно повышаются. И, на мой взгляд, глобальная трансформация неизбежна. И пойдет она по сценарию, который прорабатывается, прежде всего, русской цивилизацией. Но я никак бы не умалял роли, значения людей высокой нравственности из любых других цивилизаций, потому что я вот приводил пример, к нам обращаются люди из США, из Канады. Вот только что я в Турции там выступал с лекциями, я скажу вам, колоссальный интерес и много встречных предложений и идей. В частности, идей, связанных с новым этапом в развитии богословия. То есть, если мы на сегодня должны, в общем-то, по сути, сказать слова благодарности вероисповеданиям всех конфессий, потому что им удалось вот в наш жестокий век сохранить веру в Бога, да, об этом и патриарх наш говорит. Но новая эпоха, а новая эпоха – это новые перемены и в богословии. Они будут связаны с тем, что будет наблюдаться переход от веры в Бога, когда человек просто понимает, что да, есть нечто, что над нами. Пусть по-разному, в разных представлениях, разных конфессий, но все понимают, что над нами есть нечто. Так вот, от этого состояния общество будет переходить к вере Богу. Это принципиально иное состояние, когда человек меняет себя, не просто знает, что где-то что-то есть, а он верит, что если он начинает менять свои поведенческие стереотипы и начинает жить по-божески, то он верит, что Бог его защитит от любых невзгод. Вот это, мне кажется, основная особенность, и я бы сказал, что это центральное звено всех предстоящих перемен. Поворот к добру, справедливости и к Богу. Все остальные рассуждения, планы и перемены абсолютно бессмысленны, если они не связаны с этим вопросом. Любые предложения, они настолько полезны, насколько они увязаны с этой проблемой. И, конечно же, 6 июня я почему назвал, что вы знаете, это день рождения Пушкина, и поэтому матрица Пушкина здесь включается очень активно. Слова Пушкина о предстоящих переменах в богословии сегодня актуальны как никогда, когда он, обращаясь вот к нашему поколению, к сегодняшнему поколению молодых людей, писал в его-то годы. Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую с другим младенцем на руках. Ну, по сути, Пушкин в иносказательной форме как раз говорит о новых формах богословия, которые вот сегодня имеют перспективу реального становления в жизни цивилизации нашей. Узнай больше на Conceptual.RF